Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшняя тема посвящена конкуренциям и рыночной структурам. Вопрос, о котором мы с вами рассмотрим. Первый вопрос. Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция – основные характеристики. Второй вопрос. Несовершенная конкуренция. 2.1 – чистая монополия, 2.2 – олигополия, 2.3 – монополистическая конкуренция. Приступаем к первому вопросу. Что же такое конкуренция? Как дать определение? Конкуренция в широком понимании этого слова – это экономическое соперничество за наиболее выгодные условия производства и сбыта товара. Или другое определение, которое у вас дано на слайде. Конкуренция – это экономическое соперничество между участниками рыночного хозяйства за наиболее полную реализацию своих экономических интересов. Что в принципе то же самое. В федеральном законе 135 ФЗ о 26 июля 2006 года о защите конкуренции. Конкуренция определяется как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность того или иного субъекта в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Но мы с вами будем считать под конкуренцией, поскольку у нас с вами экономика, мы будем считать, что это экономическое соперничество за наиболее выгодные условия производства и сбыта товара. Бывают разные виды конкуренции. Вы сейчас подумайте буквально несколько секунд. Какие виды конкуренции вы знаете? Основные виды конкуренции представлены на следующем слайде. У нас выделяется ценовая конкуренция – это борьба за потребителя путем установления наиболее привлекательных цен. И неценовая конкуренция – это борьба за потребителя посредством повышения качества продукции, улучшения продажного и послепродажного обслуживания. Также у нас выделяется добросовестная и недобросовестная конкуренция. Ну, добросовестная она сама за себя говорит. То есть это конкуренция, которая ведется с соблюдением законодательства и соответствует этике предпринимательства. В то время как недобросовестная конкуренция, вот у вас на слайде, да, приведены основные характеристики недобросовестной конкуренции. Это начиная от борьбы за потребителей незаконными, нечестными способами, прежде всего сюда относят и промышленный шпионаж, и, скажем, сманивание специалистов, и недобросовестная реклама, или, скажем, использование чужих или схожих товарных знаков, торговых марок, ну, например, Адидас и Абибас. Сюда же относятся подкуп чиновников, подрыв репутации конкурентов, в том числе используя там средства массовой информации, введение в заблуждение потребителей и тому подобное. То есть основные примеры недобросовестной конкуренции у вас показаны на слайде. Вышеперечисленные виды конкуренции, они подробно изучаются в других науках. Таких, скажем, как маркетинг, этика бизнеса, право. Вот экономика, она больше внимания уделяет другому аспекту исследования. Это прежде всего степени свободы конкуренции и ее ограничители. Поэтому в этой науке конкуренция делится на совершенную и несовершенную. Давайте поговорим о совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция – это рынок с большим числом независимых покупателей и продавцов однородного товара или услуги. И возможностью для покупателей и продавцов свободно входить в отрасль и покидать ее. Почему кривая спроса совершенного конкурента параллельна оси абсцисс? Как вот вы думаете? Потому что при совершенной конкуренции доля каждого продавца или покупателя в объеме продаваемого, покупаемого товара настолько мала. И отдельный продавец, покупатель не в состоянии контролировать цену товара или услуги. Так, какие же еще основные характеристики рынка совершенной конкуренции мы можем выделить? Во-первых, на данном рынке множество продавцов и покупателей данного товара или услуги. Во-вторых, отсутствует монополистический сговор между ними. Третье, значит, у нас есть свободный доступ к ресурсам, отсутствие нормирования или очереди. Четвертое, это полная и доступная для потребителей информация о рынке данного товара или услуги. Пятое, это качественная однородность производимого товара или услуги. Я хочу подчеркнуть полное отсутствие дифференциации его. Шестой момент, это отсутствие входных барьеров в данную отрасль. Таким барьером у нас может быть отнесено, это, скажем, монополия государства на отдельные виды деятельности. Сюда мы можем отнести патенты и лицензии. Сюда мы можем отнести масштабы производства. Сюда мы можем отнести расходы на рекламу. Ну и последнее, седьмое, это отсутствие выходных барьеров из отрасли, к которым можно отнести, это, скажем, невозвратные издержки. Это высокие расходы на ликвидацию, либо реорганизацию предприятия. Сюда мы можем отнести сопротивление профсоюзов, сопротивление государства. Это, скажем, высокие потери, связанные с разрывом связей с поставщиками, с потребителями продукции. Ну, даже сюда можно отнести, это, скажем, боязнь предприятия потерять свой статус, так называемые нематериальные активы. Ну и сюда же можно отнести мотивы менеджеров, да, это чисто любие, боязнь потерять работу. То есть это выходные барьеры. Цена на рынке совершенной конкуренции является внешним фактором. То есть она складывается под влиянием общей рыночной ситуации. И это показано на графике. Фирма на таком рынке выступает в качестве ценополучателя, в отличие, скажем, от фирмы ценопроизводителя в условиях монополии, чуть позже мы будем говорить, и фирмы ценоискателя в условиях олигополии. Ну, если вы внимательно прослушали, да, какие черты характеризует рынок совершенной конкуренции, то, наверное, вы обратили внимание на то обстоятельство, что такого рынка, рынка в реале, наверное, встретить практически невозможно, чтобы соответствовало всем тем, как бы, условиям, которые мы с вами озвучили. Как вот вы считаете, может быть такой рынок в реале, или все-таки, наверное, как бы, такой рынок практически не встречается. Ну, я хочу сказать, что рынок совершенной конкуренции – это некий идеал, это некая такая теоретическая абстракция. Мы можем с вами говорить лишь о степени приближения того или иного рынка к этому состоянию. Ну, например, скажем, если принимать во внимание такое условие совершенной конкуренции, как однородность товара, то рынок мяса в большей степени будет соответствовать условиям совершенной конкуренции, чем, скажем, рынок обуви. В наибольшей степени условиям совершенной конкуренции соответствует вторичный рынок государственных ценных бумаг, рынок иностранной валюты и биржевой рынок зерна. На рынке совершенной конкуренции у нас не ценовая конкуренция отсутствует. Как вы думаете, почему? У вас подсказка на слайде. Потому что товар однороден. А ценовая не имеет смысла. И как мы увидим с вами позднее, цена в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде устанавливается рынком на уровне минимума средних затрат. Если ни одно из условий, которые мы с вами только что озвучили, не соблюдается, то мы будем говорить с вами уже не о рынке совершенной конкуренции, а о рынке несовершенной конкуренции. И основные виды несовершенной конкуренции это абсолютная монополия, олигополия и монополистическая конкуренция. Давайте начнем с рынка абсолютно чистой монополии. Начнем с самого начала. Как образуются монополии? Что такое монополия? Почему мы говорим о чистой монополии? Что это за рынок такой? Первые монополистические образования возникли достаточно давно, еще в 19 веке, когда отдельные товаропроизводители начали объединяться в союзы. Что подвигло их на эти образования, на эти объединения, как вы думаете? Прежде всего, любая фирма, которая выходит на рынок, она стремится к получению максимальной прибыли. Поэтому естественно, что предприятия объединялись для того, чтобы получить максимальную прибыль и снизить свои издержки. На сегодняшний день предприятия, наверное, объединяются в монопольное образование для того, чтобы снизить конкуренцию на рынке, то есть выстоять в достаточно агрессивных внешних условиях ведения бизнеса, для того, чтобы, наверное, как-то расширить свое производство, свою долю рынка, улучшить качество, количество выпускаемой продукции. Ну и еще то, что только крупные на сегодняшний день предприятия могут позволить себе внедрять какие-то достижения научно-технического прогресса, то есть производить какие-то достаточно емкие материалы, трудоемкие новинки, которые востребованы современным рынком. То есть малый и средний бизнес, наверное, на это не способен, а крупные предприятия, крупный бизнес, именно монополии, они как раз, в общем-то, им это под силу, и они как раз это делают. Какие же первые ранние формы монопольных образований мы знаем? В числе ранних форм монополии была картель, где отдельные производители заключали соглашения о ценах, рынках сбыта, объеме производства и распределении прибыли. Однако картельное соглашение не касалось производственной и тем более снабженческо-сбытовой деятельности предприятия. То есть в этом случае предприятиям предоставлялась полная свобода в торговле той продукции, которая не включалась в картельное соглашение. И поэтому некоторые предприятия за счет этого получали отдельные дополнительные прибыли. Следующей формой монопольного образования является синдикат. Синдикат уже сосредотачивает в своих руках функцию снабжения и сбыта предприятий, входящих в его состав. Ну и здесь нужно отметить, что производственная функция, она осуществляется самостоятельными предприятиями, то есть она не входит в соглашение по синдикату. И уже вот когда в результате дальнейшего объединения предприятий теряют свою и производственную самостоятельность, и начинают управляться из единого центра, то они образуют третью форму монопольного образования ТРЕСТ. Ну, более высшей формой монопольного образования, современной формой является концерн. Концерн обычно объединяет предприятия, хотя и разных, но взаимосвязанных отраслей производства. А также сюда могут входить это учреждения торговли, учреждения транспорта, финансово-кредитные учреждения. Такое объединение предпринимается для того, чтобы уменьшить межотраслевую конкуренцию путем единого централизованного руководства производством, снабжением, реализацией товаров, планированием своих действий по внедрению новой техники, технологии, ну и для того, чтобы успешнее строить перспективные стратегии общих действий в будущем. Как правило, концерн не лишает свои предприятия производственной, а нередко и коммерческой самостоятельности на текущий момент. Его цель, скорее, состоит в том, чтобы специализировать и вместе с тем интегрировать свои предприятия в единый экономический комплекс. Ну, вот таким ярким, как бы, примером современного концерна является фирма «Джилет». Вы, наверное, все о ней слышали, да? То есть помимо изготовления лезвий и безопасных бритв, это основная их специализация, концерны ведут также производство, фирма «Джилет», как концерн ведет также производство туалетных принадлежностей, кожгалантереи, ручек, солнцезащитных очков, зажигалок и тому подобное. Чем хороши концерны? Почему они вот на сегодняшний день, да, такая, как бы, достаточно такая вот устойчивая форма, и она до сих пор сохранилась на рынке? Ну, во-первых, концерн является такой, как бы, устойчивой, конкурентоспособной формой. Он пригоден для быстрого перемещения капитала из менее перспективных отраслей в более прогрессивные отрасли. Ну, например, сегодня, да, крупные табачные компании, которые потеряли, скажем, рынок в США, потеряли рынок в Западной Европе, помимо, как бы, одновременного поиска там, дополнительного рынка, да, в странах бывшего Советского Союза, они в то же время диверсифицируют свои производства, более такие, скажем, прибыльные отрасли, такие, скажем, как это химические предприятия, нефтепереработка, которые они размещают в странах третьего мира, ну, и также они приобретают гостиницы, отели по всему Средиземноморью. Ну, и, наконец, концерном особого вида является конгломерат. Конгломератные фирмы объединяют несвязанные друг с другом различные предприятия и компании хозяйственного комплекса, предоставляют им почти полную самостоятельность и контролируют лишь по сравнительно небольшому списку финансовых показателей. И, конечно, лидирующее место по созданию, функционированию конгломератных фирм принадлежит США, где наиболее крупные слияния произошли в прошлом веке, это 80-е годы, и общая сумма капиталов, которых оценивалось в 45 миллиардов долларов. Таким образом, мы видим с вами, что возникновение монопольных объединений, оно сопровождается усилением хозяйственных, экономических связей между отдельными предприятиями. То есть, по сути, в общем-то, здесь идут такие агрессивные процессы, связанные со специализацией, кооперацией производства, что в конечном счете способствует получению высоких монопольных прибылей и усиливается присутствие несовершенной конкуренции на рынке. Так, ну вот у вас, давайте вернемся, значит, к абсолютной чистой монополии. Что же это за рынок, где присутствуют на сегодняшний день вот такие формы, о которых мы только что с вами говорили. Ну, во-первых, рынок, монопольный рынок, это рынок со следующими отличительными чертами. Во-первых, на данном рынке присутствует лишь одна фирма-продавец, которая целиком обслуживает весь рынок, целиком удовлетворяет рыночный спрос. То есть, размер фирмы целиком совпадает с размером отрасли. Поэтому в нашем случае понятие фирма и отрасль, да, если мы говорим о рынке абсолютной монополии, это синонимы. То есть, эти понятия тождественны. Фирма и рынок. Второй момент, который вы должны запомнить. Фирма предлагает уникальный товар, который не имеет близких субститутов, то есть не имеет близких заменителей. Третий момент, вход на данный рынок, он закрыт для других продавцов. То есть, непреодолимые барьеры для вхождения в данный рынок. И вот эти барьеры, они могут быть связаны, скажем, это с монополией государства. Они могут быть связаны, скажем, с какими-то патентами. Они могут быть связаны с эксклюзивным доступом к ресурсам. Либо вообще, как бы, вхождение на этот рынок экономически неэффективно для других продавцов. Ну, например, да, очень сложно представить себе конкурента у московского метрополитена. То есть, это экономически нецелесообразно. Почему? Потому что здесь влияет такой фактор, как сетевой характер доставки благопотребителю. Или там, скажем, такой фактор, который требует единого контроля из центра или положительной отдачи от масштаба. То есть, как препятствие тоже, в общем-то, имеет место быть на рынке монополии. Следующий момент. Нужно сказать, что фирма-монополист, она обладает значительной властью на рынке. Что это значит? Это значит, что изменяя цену, она контролирует объем продаж. И ограничителем для нее выступает только общий спрос, который при больших значениях цены становится достаточно эластичным. Примечательно из нашей истории, что переходный период нашей экономики – это 90-е годы прошлого века. Естественные монополисты, они практиковали даже выход за пределы кривой спроса, аккумулируя неплатежи и получая дополнительную власть над должниками, в роли которого, как правило, выступало наше государство. Так, ну вот основные черты у нас на слайде, они, кстати, вот как раз с вами и выделены. Виды монополии. У нас абсолютная монополия, она делится на искусственную и естественную. Причем, в свою очередь, искусственная монополия, она подразделяется на следующие виды. Первое – это административная монополия. Это прямой государственный запрет на отдельные виды деятельности. Ну, например, скажем, производство оружия, производство ядохимикатов, производство наркотиков, взрывчатых веществ. Административная монополия может быть также обусловлена необходимостью контроля за отрицательными внешними эффектами от некоторых видов деятельности. Ну, например, да, государство должно контролировать, скажем, такие виды деятельности, предпринимательской деятельности – это образование свалок, это, скажем, кладбище, ну, тому подобное. Второй вид искусственной монополии называется технологическая монополия. Это монополия, связанная с владением патентом на изобретение или технологию. Технологическая монополия, она достаточно неустойчива и она может разрушаться за счет внедрения каких-то технологических нововведений, ноу-хау. Ну, примером такого разрушения технологической монополии являются наши городские телефоны. Подумайте, у кого из ваших знакомых есть городской телефон, то есть какую функцию он выполняет. Вот, то есть раньше, в общем-то, АТС – это, в общем-то, были монополисты, поэтому, в общем-то, они самостоятельно решали, то есть сколько телефонов они там, в общем-то, проведут и какую плату назначат за свои услуги. А когда появились альтернативные виды связи, такие, скажем, как пейджинговая связь, первая, которая появилась, да, затем уже там сотовая связь, интернет, в общем-то, городских телефонов, в общем-то, АТС потеряла свою монополию, монопольную власть и, в общем-то, сошла на нет. Второй вид – это естественная монополия, да, мы с вами сказали, да, вот хочу сказать, что естественная монополия, у нее тоже есть эпизация, она тоже подразделяется на естественную по происхождению, это когда на рынке в результате нормальной конкурентной борьбы естественным образом выжила лишь одна фирма, ну и второй вид – это исторически обусловленная естественная монополия, то есть, когда ее власть происходит от абсолютной государственной собственности на какой-либо ресурс, то есть, естественная по происхождению, исторически обусловленная, то, что касается естественной монополии. Ну, а примером первого является известная южноафриканская компания «Дебирс», которая на сегодняшний день сосредоточила более 90% обработки и продажи натуральных алмазов, ну, а примером второго вида монополии у нас является, например, скажем, это наша железной дороги, это «Газпром». Ну, правда, нужно отметить, да, что вот естественная монополия вот этих гигантов, она связана с естественными причинами, это прежде всего сетевой характер доставки блага потребителю и положительный эффект масштаба. Ну, в основе устойчивости естественной монополии это лежит экономия, обусловленная размером производства, то есть положительная отдача от масштаба. Для этого должны соблюдаться два условия. Первое – это концентрация производства в пределах одной фирмы, она приводит к снижению издержек производства единицы продукции, иначе говоря, приводит к снижению средних издержек. Ну и второе – объем производства фирмы, при котором достигается минимум средних издержек, превышает общую емкость рынка или близок к ней. Ну, примерами естественной монополии являются коммунальные службы, например, наш городской водопровод, появление конкурирующей службы водоснабжения в каком-либо районе, да, или, скажем, деление существующей водопроводной компании на ряд независимых подразделений означало бы существенное увеличение затрат как на эксплуатацию этого водопровода, да, так, наверное, и на управление, что, в общем-то, привело бы к снижению общей прибыли компании. Поэтому это нецелесообразно. Ну, естественная монополия, как правило, требует гораздо больших усилий для завладения рынком, нежели для его удержания. И существует ряд случаев, когда абсолютная монополия становится экономически целесообразной в сферах деятельности, которые обычно охватывают конкурентные рынки. Ну, вот, когда у нас, как вы думаете, монополия, абсолютная монополия будет оправдана? При каких вот обстоятельствах? Никогда не задумывались над этим? Ну, во-первых, наверное, в ситуации, когда размеры локального рынка настолько малы, что не достигают оптимального объема производства фирмы в долгосрочном периоде. Ну, например, да, такие специальности, как сапожник в сельской местности, печник, там, ветеринар, парикмахер, то есть в малонаселенном пункте, да, там, скажем, у нас есть один дом быта, и вот эти специальности представлены в этом доме быта, да, там, скажем, по одному человеку. По сути, они не что иное, как монополисты. Но если создать им конкуренцию, построить еще один дом быта, да, и пригласить специалистов, имеет ли это место, как бы, с экономической точки зрения, с точки зрения эффективности? Наверное, нет. Также это обычно касается товаров с запретительно высокими издержками, скажем, транспортировки в частности, да, из других регионов, или, скажем, те услуги, где необходим непосредственно контакт между продавцом и покупателем. Так, ну, в ситуации, когда требуется узкая специализация, да, здесь тоже, в общем-то, требуется, наверное, не требуется, а, наверное, оправдано, да, наличие монополии. Ну, например, скажем, приведу пример, скажем, если, вот у нас есть такие специфические предметы, специфические предметы, которые читаются только в Кубанском госуниверситете. Это авторские курсы, значит, преподаватели разрабатывают эти курсы и затем выпускают для студентов учебники. И, наверное, вот продажа, производство и продажа данных учебников, она будет оправдана только для этого вуза. Она будет неинтересна другому вузу, где нет подобных курсов, где нет подобной направленности подготовки специалистов. Поэтому вот здесь тоже монополия оправдана, то есть здесь это тоже считается монополией, да, производства и продажи товаров, то есть там, где требуется узкая специализация. То есть здесь монополия оправдана. Так, следующий момент. Мы с вами говорили о том, что монополисты обладают определенной рыночной властью. Как они добиваются от своих конкурентов тех или иных привилегий на рынке? Как они добиваются этого как бы от потребителей их товара? Добиваются они этого очень просто. Существует такой инструмент, скажем так, давление монополистов на потребителей. И этот инструмент называется ценовая дискриминация. Как правило, ценовая дискриминация у нас бывает трех видов. Ценовая дискриминация – это продажа одного и того же товара разным потребителям или их группам, а также одному и тому же потребителю в разных условиях по разным ценам. При этом различия в ценах не отражают различия в затратах на производство и доставку товара. Ценовая дискриминация чаще всего практикуется монополией. Цель ценовой дискриминации – это присвоение полностью или части излишка потребителя. Условия, при которых возможно проведение ценовой дискриминации. Во-первых, продавец обладает высокой монопольной властью и информирован о возможностях покупателя. Во-вторых, рынок легко сегментируется, то есть выделяются группы с различной эластичностью спроса по цене. То есть богатые, средние потребители и бедные. В-третьих, отсутствует спекуляция, то есть исключается возможность контактов между покупателями и получения ценового арбитража. Критерии выделения групп покупателей для проведения ценовой дискриминации. Во-первых, конечно же, это платежеспособность клиента. Еще раз повторюсь, выделяются обычные покупатели, можно выделить пенсионеров, можно выделить студентов, достаточно обеспеченных людей. Во-вторых, это время получения блага. Ну, например, да, отплата за интернет раньше была, там, скажем, ночью дешевле, днем она была дороже. Или, там, скажем, электричество во многих городах, там, скажем, ночью дешевле электричества, да, там, с 11 часов, а днем оно дороже. Ну и билеты, например, в кино. На дневные сеансы билеты дешевле, чем на вечерние сеансы. Третье такое, как бы, условие это объем приобретаемого товара. Скажем, если вы покупаете товары в розницу, оно будет дороже, чем, скажем, если вы бы купили, там, скажем, этот же самый товар, но в больших количествах, то есть оптом. Качество товара, то есть в зависимости от упаковки, в зависимости от дополнительной услуги, которая сопровождает этот товар, то есть он будет стоить по-разному. Ну, эластичность спроса по цене, то есть, например, скажем, железнодорожные билеты для отдыхающих и для командировочных. Гражданство, здесь может иметь место быть, скажем, билеты в кино, в театр для, скажем, иностранных студентов, они будут стоить дороже, чем для наших студентов. Так, виды ценовой дискриминации по ПИГу. Значит, ценовая дискриминация первой степени. Это продажа товара каждому потребителю по его субъективной, то есть мы говорим резервной цене, определяемой предельной полезностью. При этом монополист присваивает весь излишек потребителя. И примеры ценовой дискриминации первой степени можно привести, скажем, владелец автосталона назначает цену услуги на ремонт автомобиля в зависимости от стоимости самого автомобиля. Или, скажем, врач назначает стоимость услуги в зависимости от размера страхового полиса клиента и там нижнего вида, то есть состоятельности клиента. Так, ценовая дискриминация второго рода. Это дифференциация цены в зависимости от объема покупаемого товара. Ну, иногда такие цены называют многоставочным тарифом. Ценовая дискриминация второй степени, она наиболее эффективна при наличии экономии на масштабе. И примеры можно привести следующее, это, скажем, дисконты на приобретение большой партии товара. Или там продажи билетов там, не знаю, там на транспорт, да, там на, если вы покупаете проездной, то есть поездка вам обходится дешевле, чем, скажем, каждый раз вы будете платить за отдельную поездку. Кстати, вот о дискриминации второй степени объясняется наличие кумулятивных скидок. Это, скажем, покупка сезонного, сезоны, там, скажем, одежды, да, там, и скидки, которые в конце сезона происходят. Так, ценовая дискриминация третьей степени, значит, это разделение групп потребителей по принципу различной эластичности спроса по цене. Ну, и примеры ценовой дискриминации третьей степени, это, скажем, дифференциация по возрастному признаку, то есть разная опять же стоимость входных билетов в музеи, театры, там, для студентов, для пенсионеров, для прочих граждан. Сюда можно отнести эта дифференциация по статусному признаку. То есть цены на проездные билеты для туристов и лиц, отправляющихся в служебные командировки. Или, скажем, оплата за подписку на печатную продукцию для индивидуальных подписчиков, или, скажем, для организации, для библиотек, она будет разная. Дифференциация по признаку гражданства, да, вот опять же гостиничные тарифы, они тоже различаются, я уже говорила, для российских и иностранных граждан. Дифференциация по признаку платежеспособности, то есть скидки, купоны различные для лиц более эластичным спросом по цене. Так, то, что касается ценовой дискриминации. Вот я хочу сказать, чтобы вы ценовую дискриминацию отличали от нечестной конкуренции. Очень часто ценовую дискриминацию у нас путают с таким, как бы, моментом, с таким моментом нечестной конкуренции, как демпинг. Что такое демпинг? Демпинг – это умышленное снижение цены товара, да, который проводит умышленная продажа продукции ниже себестоимости с целью вытеснения конкурента. Ну, как правило, ее проводят монополисты, то есть крупная компания, то есть даже, может быть, пока еще не монополист, но потенциальный монополист, как правило, имеет наибольшие финансовые резервы, и поэтому она способна долго торговать себе в убыток по заниженным ценам, вынуждая к тем же самым действиям конкурента. И когда последний не выдерживает и разоряется, монополист вновь поднимает цены и компенсирует свои убытки. В наше время, значит, хочу привести пример из истории, не могу удержаться. Вот на Волге, это город Волгоград, когда не было, там, скажем, моста, не было там ГЭС, в царское время, когда еще город назывался Царицын, была переправа, то есть бизнес достаточно такой был привлекательный для многих предпринимателей, поскольку он был очень прибыльный, то есть людей перевозил предприниматель с одного берега на другой, и у него очень часто появлялись конкуренты. Как он с ними разделывался? То есть он начинал демпинговать, он начинал снижать цены. Ну, у него один раз попался очень такой, как бы, настырный конкурент, который не хотел уходить с рынка. Значит, первый начал снижать цены, второй тоже был вынужден снизить цены. Значит, первый, вот который, как бы, давно уже на этом рынке, начал снижать еще цены. Ну, в общем, второй тоже снижал цены. И первый снизил цены до такого уровня, то есть даже не снизил цены, он вообще цены отменил. Он перевозил людей бесплатно и давал им еще булку белого хлеба. Ну и, конечно, тот конкурент, который пришел позже, он не выдержал таких условий. Он разорился, ушел с данного рынка. Как только он ушел с данного рынка, первый предприниматель, он поднял цены, там, до прежнего уровня, даже выше, для того, чтобы компенсировать свои убытки. Конечно, люди там вздыхали, жаловались царю батюшки, но ничего не помогало по той простой причине, что, ну, это рынок. Они пользовались услугами за по очень дорогой цене, то есть за весь вот свой белый хлебушек и за вот эти бесплатные перевозки они заплатились сполна. Поэтому демпинг, я еще раз повторю, это нечестная конкуренция, разновидность нечестной конкуренции и ни в коем случае она не связана с ценовой дискриминацией. Но в наше время особенно много возможностей нечестной конкуренции у нас стоится в рекламе, то есть имея большой рекламный бюджет, что всегда легче для фирмы-гиганта, да, можно легко опорочить продукцию конкурентов или внушить неверные представления о их изделиях. Поэтому задача государства состоит в жестком пресечении любых форм нечестной практики, что, впрочем, не исключает его возрождение во все новых и новых видах. Так, ну, я полагаю, что поскольку у нас время ограничено, плюсы и минусы, значит, монополии, я думаю, вы посмотрите самостоятельно. Так, ну, здесь вот нам, конечно, нужно ввести еще необходимые, тут не хватает нам необходимых понятий. Ну, пока, значит, для того, чтобы нам вот этот график рассмотреть очень кратенько, давайте мы введем такие необходимые понятия. Что такое валовый доход? Мы с вами уже, как бы, касались, да, вот этого момента. Валовый доход, что это такое? Это общий доход от реализации всех, всей производимой продукции. Вот у вас на графике, да, общая выручка, ТР, это валовый доход. Она рассчитывается как П на Кю. Цена умножена на количество. Средний доход АР, ну, все пока не вижу, но все равно мы можем вот это МР есть, да. Средний доход АР, это доход в среднем на единицу производимой продукции. Как правило, рассчитывается это валовый доход на количество единиц продаваемой продукции, то есть ТР деленное на Кю. Ну, вот у вас видите формула, да, функция предельной выручки МР. Это предельный доход или предельная выручка, то есть это дополнительный доход, то есть это прирост валового дохода, получаемый от реализации очередной единицы продукции. И для дискретной функции валового дохода, вот у вас формула, да, показана, то есть для непрерывной функции. Для дискретной функции это приращение валового дохода на приращение количества единиц продукции. Для непрерывной Это будет предельный доход, это функция, это валовый доход, зависящий от количества единиц продукции. Так вот, максимум прибыли фирма достигает при таком объеме производства, когда предельные сдержки МЦ, они будут равны предельному доходу. Мы более подробно об этом поговорим с вами на следующей лекции, когда будем рассматривать поведение производителя. То есть мы к этому еще вернемся, но для того, чтобы сейчас у вас было понимание вот этого графика, вот этого рисунка, который у вас представлен на слайде, то есть мы ввели вот эти вот новые понятия. Как осуществляется максимизация прибыли в монополии? Здесь давайте обсудим с вами. Спрос будет эластичным по цене. Если при снижении цены происходит рост величины спроса, а значит и валового дохода. Если же падение цены будет уменьшать валовый доход, то спрос будет неэластичным. Это означает, что графический эластичный участок кривой спроса D, вспоминайте предыдущее занятие, соответствует растущему участку кривой валового дохода DR. То есть мы помним с вами, что А – это бесконечность, Е – это единичная эластичность, Б – это неэластичный спрос. То есть участок А – Е – это эластичный спрос, участок Е – Б – это неэластичный спрос. Следовательно, монополист, стремящийся максимизировать прибыль, будет стремиться производить такое количество продукции и по такой цене, которая соответствует эластичному участку кривой спроса D. И будет избегать таких комбинаций цена-количество, которые соответствуют неэластичному участку кривой спроса. Поэтому максимизация прибыли монополия будет выглядеть вот таким образом. Здесь у нас показан спрос на продукцию монополиста – это линейная функция и функция предельной выручки. То есть то, что нам будет необходимо для решения наших с вами задач. Так, следующий момент, который мы должны с вами обсудить – это легополия. А, еще прошу прощения, индекс Лернера, да, мы с вами не обсудили. То есть как измерить эту монопольную власть монополистов, да, как мы ее с вами будем измерять. Для этого существует у нас несколько индексов. Самый главный, самый известный – это индекс Лернера. Значит, индекс Лернера, он как раз показывает степень власти монополиста. Данный индекс, он предложен в 30-х годах, в годах прошлого столетия, английским экономистом, Лернером для измерения степени монопольной власти. В его работе «Концепция монополии и измерения монопольной власти», которая была написана в 1934 году. Ну, поскольку условием максимизации прибыли фирмы является, еще раз повторюсь, равенство предельного дохода и предельных издержек, то есть МР равно МЦ, то если вот осуществить замену в индексе МЦ на МР, получим вот следующее равенство, где ЕТ – это ценовая эластичность спроса на продукцию фирмы. Единственное, здесь ошибка, мы должны с вами рассматривать это по модулю, да, поскольку мы знаем, что коэффициент эластичности, он является отрицательной величиной. Так, следующее, значит, у нас в Германии для определения уровня монополизации рынка применяют показатель доминирующего положения на рынке. Так называемый индекс концентрации. Таковым считается ситуация, когда на одно предприятие приходится более 1,3 совокупного оборота на рынке, либо на 3 предприятия более половины всего оборота, либо на 5 предприятий свыше 2,3 оборота. В США долгое время применялся показатель доли 4 крупнейших фирм на рынке какого-либо товара, но в последнее время становится все более популярным – это как раз индекс Герфиндаля-Хиршмана. Формулу посмотрите и себе отметьте. Так, в вызданном в 1984 году руководстве Министерства юстиции США запрещается слияние фирм, если при этом индекс Герфиндаля-Хиршмана будет больше 1800. И разрешается любое слияние для этого индекса меньше 1000. В остальных случаях проводятся дополнительные исследования. Так, это то, что касается монопольной власти. Так, давайте сейчас мы с вами перейдем к олигополии. Что же такое олигополия? Олигополия – это рынок со следующими отличительными чертами. Во-первых, на данном рынке присутствует несколько крупных фирм-продавцов, как правило, их не более 10. Доля, по крайней мере, некоторых из них достаточно высока, что позволяет им осуществлять контроль над ценами. Фирмы предлагают либо однородный товар, это так называемое однородное олигополие. Примерами однородной олигополии выступают, скажем, металлургические комбинаты, нефтяные компании. Либо это товары, сильно различающиеся по качественным характеристикам. Так называемое неоднородное олигополие, или еще я называю дифференцированное олигополие. К ней относятся автомобили-строители, сюда относятся производство бытовой техники, ну и тому подобное. Следующая черта – то, что доступ для других фирм на рынок затруднен по одной или нескольким причинам. Ну, самыми такими распространенными причинами у нас является эффект масштаба, расходы на рекламу, невозвратные сдержки. Я хочу обратить ваше внимание на то, что если, скажем, в условиях монополии у нас существуют непреодолимые входные барьеры на рынок, то в условиях олигополии это просто высокие барьеры. Вообще, само слово олигополия ввел в науку английский гуманист Томас Мор еще в 16 веке. И очень долгое время в наших учебниках, да, таким классическим примером олигополии являлся рынок автомобиле-строения в США до прихода туда японских автопроизводителей. То есть на рынке США тогда господствовала большая тройка – это General Motors, это Ford и Chrysler. Ну, а вообще, вот, как бы, олигополия, да, как бы, фирмы, да, на олигополии их несколько, может быть, до 10, которые держат, там, более 50% доли рынка, как правило, до 70-80%, да, вот там 3-4 фирмы, ну, 2-10 фирм. Вот. Что же вот эти фирмы объединяет? Какие общие черты характерны для них? Почему мы говорим, что да, вот это олигополия? Ну, во-первых, поведение фирм-оллигополистов, оно тесно взаимосвязано. И вот, как мы увидим с вами позднее, решая задачи, фирмы имеют общую кривую спроса, но не имеют индивидуальную кривую спроса. Ее вид зависит от решений, которые принимают конкуренты. То есть при последовательной игре индивидуальная кривая спроса, она, как бы, формируется по остаточному принципу. Второй момент, который надо помнить, то, что олигополист, он действует в условиях неопределенности. И эта неопределенность на рынке чревата для него большими потерями. То есть принимая какое-либо решение на рынке, он, как правило, пытается предугадать действия конкурентов. То есть если угадал, значит он получает прибыль. Не угадал, значит он в проигрыше. Либо он анализирует прошлое поведение конкурентов и на основе этого прошлого поведения строит свою стратегию. Третий момент, это то, что любой сговор в условиях олигополии, он эффективен. И вот это обстоятельство приближает олигополию к рынку монополии. Но недолговечен, так как у каждой фирмы существует искушение, нарушит условия соглашения и заработает таким образом больше. Ну и также, скажем, отсутствует эффективный механизм контроля за соблюдением этого олигопольного соглашения. Ну и последний момент, который хочу отметить, то, что типы поведения фирм в условиях олигополии, они тоже как бы разнятся. Ну, во-первых, у нас выделяется независимое поведение. Независимое поведение, оно имеет место быть, когда фирма выпускает сильно различающуюся, как по качеству, так и по обслуживанию товара или услуги. Фирмы имеют своих собственных покупателей. И фирмы как бы окопались на данном рынке, то есть они имеют достаточно устойчивые позиции на этом рынке. Поэтому независимое поведение целесообразно применять фирмам-оллигополистам, когда у них существует внутренняя устойчивость, то есть их издержки неизменны и отсутствуют внешние угрозы. Такие, как, например, изменение общего спроса или, там, скажем, изменение ценной ресурсы. Поэтому независимое поведение, оно возможно только в краткосрочном периоде. Второе, да, второй тип поведения – это конкурентное поведение. Оно связано со стремлением осуществить передел рынка и доходов. И разновидностями такого поведения являются, как правило, демпинг и ценовые войны. Ну, конкурентное поведение, оно проявляется прежде всего в снижении цен, что, естественно, приводит к сокращению прибыли. Ну, и истощает силы, ресурсы фирмы, то есть достаточно такое оно затратное. Поэтому конкурентное поведение имеет смысл проводить фирмам на рынке, если на данный момент, да, у фирм нет каких-либо, там, финансовых обязательств, там, например, перед банками, да, то есть у них нет, там, скажем, непогашенных суд. И если фирмы, ну, чувствуют себя достаточно уверенно для того, чтобы снижать цены. Кооперативное поведение – это явный или тайный сговор с целью удержания высоких цен. Оно позволяет удерживать высокие цены, контролируя объем продаж, ну, и получать от всех этих действий максимальную прибыль. На сегодняшний день разновидностями кооперативного поведения у нас является это лидерство в ценах, такая модель, да, олигополии, на практике мы будем об этом говорить, и объединение в картель. Так, у нас выделяются также типы олигополии по признаку дифференциации продуктов. Выделяется классическое олигополие, ну, это, я вам уже говорила, да, когда производится однородная продукция. Это дифференцированное олигополие, когда разнородная продукция производится у разных фирм, и многопродуктовое олигополие, когда дифференциация продукции идет внутри фирмы. Я вам приводила пример фирмы «Джилет». Также у нас есть типизация олигополии по Шепарду. Уильям Шепард, это американский экономист, предложил такую типизацию. Выделяется плотное олигополие, когда на 4 ведущих продавца приходится более 60% рынка. И здесь главная характеристика, то, что сговор возможен на рынке и легко осуществим. И неплотное олигополие, когда на 4 продавца приходится менее 40% рынка. И основная характеристика этого рынка, то, что сговор практически невозможен. Особым видом является олигополия с конкурентным окружением. Я думаю, что вы это посмотрите самостоятельно. Ну и последний тип рынка несовершенной конкуренции, это монополистическая конкуренция. Это рынок со следующими отличительными чертами. А, вот здесь основные характерные черты рынка олигополии. Посмотрите еще раз, давайте повторим, как вывод. И рынок монополистической конкуренции, основные черты. Ну это рынок со следующими чертами. Во-первых, на нем присутствует много продавцов данного товара и услуги. Как правило, это мелкие и средние продавцы, мелкий и средний бизнес. Второе, здесь имеет место значительная дифференциация товара, то есть преобладает неценовая конкуренция. Третье, здесь отсутствуют высокие входные барьеры, хотя некоторые барьеры, например, скажу, патенты и лицензии, они вполне вероятны. К тому же наличие авторского права и торговой марки, оно позволяет поддерживать индивидуальный облик производимого блага. Ну, к рынкам монополистической конкуренции у нас относятся рынки одежды, обуви, продуктов питания, прохладительных напитков, сигарет и другое. Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта, она является наиболее распространенной рыночной структурой. Значит, под дифференциацией понимается различие товара по качеству, функциям, свойствам, обслуживанию марки, месту и времени предоставления и даже по упаковке товара. Дифференциация как на рынке, так и внутри фирмы, она позволяет лучше удовлетворять индивидуальные запросы потребителей. При этом объемы производства каждого вида блага не достигает своего экономического оптимума, то есть минимума средних издержек. И такой товар, в общем-то, он дороже для потребителя, чем, скажем, товар в условиях совершенной конкуренции. Но мы с вами, как потребители, согласны платить за удовольствие, скажем, носить костюм по размеру, носить костюм, который нам больше нравится по цвету, по фасону, чем однотипный товар. Но вот если вы внимательно посмотрите на те черты, которые у вас представлены на слайде, то вы, наверное, можете сказать, что монополистическая конкуренция очень схожа с совершенной конкуренцией, особенно по двум характеристикам. Это отсутствие высоких входных барьеров и присутствие на рынке большого количества мелких и средних продавцов. Но в то же время наличие уникальных и в некотором роде невоспроизводимых качеств товара сближает рынок монополистической конкуренции с монополией. У продукции фирм в условиях монополистической конкуренции много заменителей, то есть это продукции аналогичных фирм, но отсутствуют совершенные заменители. И наличие уникальных свойств блага позволяет формировать устойчивый спрос со стороны некоторой группы потребителей, оказывающей предпочтение именно данному товару. В то же время существенное повышение цены может привести к отказу прежних потребителей от покупки данного товара и изменению их предпочтений в пользу товара конкурирующей фирмы. Поэтому спрос на продукцию такой фирмы, он высоко эластичен, но он не является абсолютно эластичным, как скажем, да, у нас в условиях совершенной конкуренции. Поэтому криво спроса будет иметь такой неиспадающий характер, то есть отрицательный наклон. С другой стороны, поскольку входные барьеры в отрасль и на рынок практически отсутствуют, всегда существует опасность появления более совершенных заменителей. Рост их числа снижает спрос на продукцию данной фирмы и делает его еще более эластичным. То есть кривая спроса, она будет тяготеть кассе и абсцисс. И все же в условиях монополистической конкуренции некоторые продавцы обладают более длительной монопольной властью над рынком и ценой. Это объясняется наличием устойчивых потребительских предпочтений, торговым маркам известных фирм, которые зарекомендовали себя высоким качеством производимой продукции. Поэтому потребитель, как правило, остается с этим производителем. Мы на сегодняшний день с вами посмотрели основные моменты заявленной темы. То есть мы с вами разобрали основные черты рынка совершенной и несовершенной конкуренции. Надеюсь, что наше занятие было полезным для вас. И я, опять же, рекомендую вам посмотреть эту тему в учебнике, в которой вам предлагается, в литературе, в которой вам предлагается методическом пособии. Ну и у нас с вами будет практическая работа на эту тему. Я думаю, что вы все с ней справитесь. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.